Пишет один из святых, Исайя Отшельник, который очень прям нам ко всем относится. Вот, к чему он призывает, к самым простым вещам. Он пишет, не спорьте друг с другом, ни по какому поводу. Правда, интересно? Не спорьте друг с другом, ни по какому поводу. Не говорите худо ни о ком. Ой, какой добрый совет! А мы только... Слыхали? Что сделал-то? А она-то? А он-то? Не говорите худо ни о ком. Не судите ни о ком. Не осуждайте и не унижайте никого. Ни словом, ни в сердце. Слышите? То есть, про себя даже. Отнюдь не ропщите ни на кого. Не подозревайте никого в каком-либо зле. Знаете, какие простые вещи-то? Просто внутренне себя, не давать себе вот эти гадости развиваться в самом себе и больше ничего. Ну, зачем же это говорить, всем рассказывать о том, кто-то сделал что-то плохо? Ну, зачем? Прикуси свой язык несчастный. Простые вещи же советуются-то какие? Самые необходимые. Он пишет – не питай в сердце твоем злобы ни на кого, иначе все труды твои о благочестии будут напрасны. Какой великий совет! Избави Бог питать зло какому-нибудь другому человеку! Тогда ты приговорил себя к полному опустошению. Всё! Ибо где зло, там Бога нет. Надо запомнить же это! Невозможно сочетание Бога и зла! Ибо Бог есть любовь! Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми! И посылает дождь на праведных и неправедных! Вот кому должно, если хотите, следовать Богу самому, а не кому-либо даже! Ещё два слова хочу сказать о молитве, о которой мы заговорили с вами. Не будем обманывать себя! Мы постоянно занимаемся самообманом, говоря о молитве. Это просто какая-то... это просто бич! Бич! Страшный бич! Моровая язва! Вычитываем молитвы! Приходим постоять в храме! Или молимся только о том, когда действительно нас прижмёт что-нибудь, какая-нибудь болезнь, или какой-нибудь случай такой тяжёлый. Тогда мы взбываем! Ой, Господи, помоги! Как всё хорошо, и ты, Бог, нам не нужен! Гром не грянет, мужик не перекрестится! Надо помнить, помнить замечательные слова нашего святителя Игнатия Брянчанинова, этого великого святого, который дан был русской церкви действительно в 19 веке. Да, он прямо сказал, молитва без внимания – это не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие! Неужели это трудно понять? Вы слышите, что творится-то? Душевредное! Не слава тебе, Господи, а помолился, сходил к обедне, всех рассмотрел и всех осудил! А душевредное, оскорбительное для Бога пустословие! Вот это да! И это надо помнить! Ради Бога это помнить! И не обманывать себя! Мы молимся только тогда, только в тот момент, когда совершаем молитву с вниманием! Если этого нет, надо запомнить, что я сам себя обманываю! Бог-то видит? Молюсь или нет? Ему не нужно это вычитывание, как язычники произносят! Помните в Евангелии, что говорит Христос? Они думают о язычниках в многословии своем быть услышаны напрасно! Напрасно! Богу не нужны эти слова! Дай мне сердце твое, а не слова! А сердце только тогда, когда действительно есть внимание! Когда внимание! Вы скажете – не могу! Не могу! Рассеиваюсь тут же! Правильно! Верно! И что же? В том и сказывается человек, ловит ли он опять это внимание, понуждает ли себя к этому, к вниманию или не понуждает! По наезженной, как поехала, молитва сама по себе, а я сам по себе! Вот где сказывается сам человек! Совершает он с вниманием эту молитву или без внимания? Рассеялся – опять! Ушло внимание – опять борьба! Царство Божие силою берется! И его получают только те, кто совершает это усилие! Опять это относится к кому? Ко всем! Ко всем! И к священству, и к монашеству, и к мирянству! Нет молитвы там, где нет внимания! Попробуйте, придите к кому-нибудь с какой-нибудь просьбой к начальству! И начните разговаривать, отвернувшись от него! Отвернитесь от него и разговаривайте там! Ах, а вот тут кошечка у вас, а тут цветочек у вас! А вы что, пришли? И за дверь Василия Блаженного однажды спросили Он был от службы к празднику Спросили, а народ-то много в храме? А народ-то было полно! Он ответил Два человека только! Вот, оказывается, чем мы занимаемся, как молимся! Ему открыто было, что стоят в храме полно, а молятся-то всего два человека! Молятся, причём как? Понуждают себя! Обращая... Вы знаете, не удивлять, что внимание рассеивается! Это неудивительно! А понуждает себя человек в молитве! Улетело внимание – опять вернись! Улетело – опять верни! Два человека, а остальные привыкли, привыкли уже не молиться, а или болтать молитву, простите, да, или вообще ничем не заниматься! О, какое это страшное дело! К одному так пришёл один монах и сказал «Я имею непрестанную молитву!» А ему этот ответил старец «Нет у тебя никакой молитвы! Ты просто привык к словам молитвы, как привыкают к руганье!» Слышали все, как привыкают к руганье? Что ни слова, то и ругань! Так и здесь тоже! Господи, сути, христи, господи, сути, христи! А к Богу-то и не обращаются! Вот ни о какой духовности нашей, каждого любого человека, не может даже идти и речь, если мы не будем стремиться к тому, чтобы сохранять внимание, насколько можно! Может быть, мы за час, я не знаю, сколько, три-четыре раза, может быть, только успеем поймать своё внимание! Вы знаете, вот это понуждение себя к молитве, знаете, что это такое? Скажу вам! Однажды Христос Христос сел напротив сокровищницы храма, в который иудеи делали вклады. Каждый клал какие-то деньги, причём клал открыто это, понимаете? Там было открыто! И вот подошла одна, как оказалось, эта вдова, очень бедная, и положила всего там две копейки. Христос обращается к ученикам и говорит – вы видите? Эта женщина положила больше всех! А там некоторые вносили большие вклады, посмотрите! Больше всех! И вы знаете, вот если мы действительно будем стараться, хотя молитвы наши рассеянные – опять понуждать себя, опять понуждать себя! И если вот эти вот копейки, если мы будем вот вносить в эти, они могут оказаться дороже очень многого! Много! Когда часами могут совершать богослужение, совершать, знаете, без смысла и без внимания! Копейки! Копеечки эти надо нам собирать! Это будет собирать нашу духовность! Это будет давать нам действительно твёрдые, твёрдые основания к нашей христианской жизни! Продолжение следует... Продолжение следует...